Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жизнь среди живых... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ох такая молодая пусть бы бирна пошла они дольше ложа делись она так решила а Отлично выглядишь Спасибо, я рада тебя видеть Торжественная речь Король Бран из клана Тиршах собрался в своё последнее путешествие Там, куда он уйдёт, он встретит наших славных предков Вместе они станут ходить в налёты и на охоту Сядут в братском кругу и будут славить деяния былых времён Теперь он будет жить в сердцах наших А однажды мы все станем с ним плечом к плечу И это будет добрый день Ты знала Брана? Да, его очень уважали В отличие от его жены Кланы Суть Скеллиге По обычаю, на время войны кланы объединяются под началом короля Мы простились с Браном Время выбрать его преемника Который поведёт нас против чёрных Двор Каэр Трольда распахнёт двери для каждого Кому был дорог Бран из клана Тиршах Еды и питья хватит на всех Во время Тризны назовут свои имена те, кто считает себя достойным короны Пойдёшь на пир со мной? Да Пиры на Скеллиге ужасно предсказуемы Пьянство, безудержное хвостовство и затем неизбежное мордовитие Ничего общего с чародейскими банкетками Помнишь приём на Тоннеде? Как я могла забыть? Там же был ты И я прекрасно помню, что случилось после банкета Ты опять читаешь мои мысли? Более того, мне они нравятся Ты узнал что-нибудь в Велине? А ты что-нибудь узнала? Не так давно на Артскеллиге произошла катастрофа, вызванная магией Очень необычная Я не встречала ничего подобного У меня предчувствие, что причиной всему была Цири Я уважаю твою интуицию, Йен, но нам нужны настоящие доказательства Они появятся, если я смогу исследовать аномалию Но Мышавур и его друиды никого к месту катастрофы не допускают Почему Мышавур тебя не пускают? Скажем, мы разошлись во мнении Громко и сильно разошлись О, Крах Белый Волк Приветствую тебя, Крах Нам надо встретиться на Тризне Я не приму никаких отговорок У меня к тебе важное дело На Перу я буду в черном и белом Надеюсь, ты будешь со мной гармонировать Подбери что-нибудь, в чем ты пока не охотился на чудовищ Йен, ты знаешь, как я не люблю эти новые дублеты Сперва они жмут, а потом тут же рвутся Я, как и Крах, не приму никаких отговорок Мы тут не ради удовольствия У нас важное дело, и мы должны выглядеть пристально Я сняла комнату в Корчун Зайди туда и выбери что-нибудь, что я приготовила Мне надо еще кое-что разобраться Встретимся у входа в зал Отойди ближе, незнакомец Оу! Я принес в парку луилую кобылу Это честь для меня А здесь, подражаясь к роджам Брат из рода Тирша Можешь, как и наш конус Великая эта потеря для всех нас И пусть всякие славы Интересно, такой ли ты к чему Как вы, без славы и желания Идеальная комната для Йен Она всегда любила простор И роскошь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Гламур Даже закрытая баночка пахнет сиренью и крыжовником Видно, вкусы у нее не изменились Чучело единорога Не представляю, как ей удалось привезти столько одежды Она галеон зафрахтовала? Как всегда Черная и белая Мегаскоп Я смотрю на без него никуда Как говорила Филиппа Эльхарт Мегаскоп вещь столь же личная, как зубная щетка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Приблуда. Для друзей. Бран был великим владыкой. И ему нужен достойный преемник. Кажется, госпожа, ты говоришь о ком-то определенном. Беда с Келлиги в том, что здесь нет наследственной монархии. Любой выскочка может стать королем и пустить прахом достижения предшественника. Король на островах. Фигура, скорее, символическая. И это тоже нужно изменить. В наши времена нужна сильная централизованная власть. Представишь меня? Это мой друг Геральт. А это Бирна, вдова покойного Брана. Королева-мать. Приятно познакомиться, Геральт. Надеюсь, ты мне простишь. Но в такой день я не могу себе позволить удовольствие долгой беседы. Отличный наряд. Благодарю. Ты ослепительна. Знаешь, мне не хватало тебя и твоей искренности. Я рада, что мы здесь вместе. Пойдем, а то все перепьются. И разговаривать будет не с кем. Точно. Не знаю, чего хочет крах, но навстречу мы должны прийти с ясным рассудком. Я не буду пить. Не хочу притуплять чувства, когда ты рядом. Ты и дальше собираешься расточать мне комплименты? Я собираюсь говорить то, что думаю. Был ли ты крепкий, как выглядишь. Что вы привезли на прощальный пир? Хлеб, овечий сыр. А у нас... Знаешь, Геральт, меня занимает один вопрос. Угу. С чего ты вдруг отрастил бороду? Даже не знаю. Хм, тебе идет. Госпожа Енифер, господина. Привет тебе, Арнвальд. Мой товарищ, Геральт из Ривии. Большая честь для меня. Мы хотели поговорить с крахом Анкрайтом. Ярл скоро будет. Он выделил вам почетное место. Рядом со своей дочерью Пейс. Прошу за мной. Нас посадили здесь. Я сама его об этом попросила. Хотела познакомиться со славным ведьмаком Геральтом. Мы уже встречались, ты не помнишь? Это было так давно. Ты навещал нашего отца, когда мы с Хиалмаром были детьми. А теперь представлю наших сотрапезников. Это Хальбьорн, сын Хольгера Чернорукова. Это Луга Синий, первенец Луга Собезумного. А с сушеной треской сражается Отрик Анхиндер. Мы уже встречались много лет назад, но я не могу вспомнить, как тебя зовут. Керрис Анкрайт, по прозванию Перепелка. Дочь Краха, сестричка Хьялмара. Керрис завидует, потому что тот из нас, кто отличится самым славным деянием, станет королем. Все знают, что деяниями состязаются только на показ. На самом деле, все будет так, как решат ваши отцы. А вы думаете, о чем еще они говорили с Крахом? Ты говоришь так, потому что сама ничего не можешь. Помнишь, как Хьялмар вызвал смельчаков бежать на гору на перегонки? Он пробежал первым и вбил свой топор в пенек на вершине, а тебя там не было. Ты грела свои цеплячьи косточки у очага. Почему ты не ответила на вызов? Не твое дело, но я бы победила. И тогда, и сейчас. Слово Хьялмаре, а где он? Мой брат гуляет сам по себе. Впрочем, может, повторим состязание? Я любого одолею. Хоть бы ведьмака. Если я возьму над ним верх, это будет настоящий подвиг. Согласны? Зависит от того, согласен ли ведьмак. Геральт? Я опольщен предложениями, но может быть в другой раз. Жаль. Хватит этой болтовни, давай выпьем. Сегодня не выйдет, и у меня на то есть причина, поверьте мне. Так когда же, как не сегодня? Благодарим за компанию. К сожалению, нам уже пора. Разве? Нам надо поговорить. Но не здесь. За этой дверью ты все узнаешь. Склони голову перед Модром Трейей. Тебе не стыдно. Да. Шнурк, вам хотите меня душить? Да. Позвольте представить Геральта из Ривии, ведьмака. А это Ярлы, Донор Анхинтер и Лугос по прозвищу Безумный. Называть Лугоса Безумным – оскорбление для безумцев. Он обычный долбошлеп. Назови меня еще раз долбошлепом, и я отрежу тебе башку, насажу ее на кол и носу в дырку от шеи. Хватит. Время решить спор здесь и сейчас. Ха-ха-ха, вот напугал. Я уж в портки навалил. Смотри, мудло, покалечишься. Я слышал, во время пиров на скеллиге нельзя нажать оружие. Я знаю священные обычаи. Но пусть и Лугос знает, что я не позволю опустошать хиндерсфиаль. Не боюсь я тебя, донор. Скоро я приплыву, выдеру жриц, напьюсь из твоего кубка и насру тебе на стол. Жди меня. Вот бы обрадовался император, услышав ваш разговор. Милости просим его императорское величество к нам на огонек. Пусть приходит. Мы черных не боимся. Грабить прибрежные деревни вы мастера. Только настоящая война с регулярной армией – дело другое. Гляди, какая языкастая. Иди-ка, ведьма, мешать котле и своди чири. И не болтай о том, про что не имеешь понятия. Успокойся, Лугас. Ни одна баба не будет учить меня воевать! Я и не собиралась этого делать. Пойдем, Геральт. Думаю, тема для разговора исчерпана. Другие говорят, что ударник сам мозгами стал. Сам собой болтает и мясо не жрет. Что теперь? Теперь мы нанесем визит в лабораторию Мышавура. Ты не говорила, что он нас пригласил? Он не приглашал. Я так понимаю, Мышавура там не будет? Верно. И какова цель нашего визита? Мы ищем одну вещицу. Маску Урабороса. Она нам понадобится. Пойдем, Геральт. А теперь ты расскажешь, зачем тебе маска Урабороса. Разумеется. В свое время. Я так понимаю, когда это время наступит, решать будешь ты. Угадал. Шаги. Тсс, стражники. Спрячемся за Гобеленом. Воробей чирикает, скворец свистит. А Галка что? Галка галдит. Чиж пищит. Журавль курлычет. А павлин вопит. Ястреб лекочет. Жавранок звенит. Голубь воркует. Все. Хм. Соловья забыл. А, соловей поет. Еще чуть-чуть и... Так просто не откроешь. Это еще не все сюрпризы. Видишь воронов? Трудно их не заметить. Они шпионы для Машавура. Наверняка лаборатория где-то здесь. Кстати, я чувствую магическую ауру. Иди сюда. Мы вылезем через окно и пройдем по карнизу. Видал я зрелище и поотвратнее. Геральт из Ривии. Романтическая версия. Какое интересное холли. Особенно для друида. Надо думать, Мышеву очень любит живую природу. В Каэр Морхене у нас был один такой. Я тебя умоляю. Выглядит как живой. Охотник в такого оленя стрелу бы пустил. Вода в миске. Это для телепроекции. Посетители разговаривают с отражением Машавура на поверхности. Машавура на поверхности. Машавура на поверхности. Скайп одни меньше. 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 Я закрою проход, чтобы никто ничего не заподозрил. Вот и мастерская нашего друида. Надо её обыскать. Маска у Робороса должна быть здесь. Предание Скеллиги о дикой охоте. Островитяне верят. Трубка. Похоже, Мышавур заказывает себе настоящий табак. Чудесный мир инсектоидов. Ритуальные растения. Вот, пожалуйста. Шишка. Кто бы мог подумать. Это женский плод. Палочка Мышавура. Друиды их почти не используют. Меч в камне. Может, вытащить? Не видишь, что ли? Он зажат тисками. Козлик из липового дерева. Здесь есть подпись. Дядя Мышавуру. Это сделала Цири. В детстве. Когда он был её учителем, она так его называла. Краснолюцкий. Тройной выдержки. О, бульварное чтиво. Труп из Новиграда. Автор – Саша Гади. Такой мастерской не постыдились бы даже имперские алхимики. Похоже, Мышавур кладёт что-то в руку этой статуи. Как насчёт кружки мёда? Статуя, не статуя? Всё, мной нужна выпивка. Похоже, сработало. Мышавур любит развлечься за чужой счёт. Чувствую, маска будет в этом помещении. Пришли. Вот она. Надо вернуться на пир, пока... Это ловушка. Не забывай! Продолжение следует... Продолжение следует... Понюхай. Это газ. Решетка по-прежнему закрыта. Надо что-то придумать. Быстрее. Продолжение следует... 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 Но сердце Мышавура на правильной стороне. Наверное, он просто не знает, что вы ищете Цири. Это не его дело. Я так и думал. В любом случае, Арт Скеллик — моя земля. И вот тебе мое позволение. Изучай все, что считаешь нужным. Спасибо. Не за что. Когда-то я принес клятву и намерен ее сдержать. Арнвальд, передай друиду, что я должен с ней поговорить. Там же, где всегда. У меня есть еще одно дело. На этот раз касательно моих детей. Помнишь Хиалмара? Так вот, он поклялся убить великана из Ундвика и еще не вернулся из похода. А Керрис тут заявила мне, что отправляется в собственный поход. Вбила себе в голову, будто у Далерик не псих, что его прокляли. Великаны вымерли столетия назад. Кто-нибудь видел гиганта из Ундвика собственными глазами? Десятки беженцев. Великан опустошил остров, а остатки клана Тордеров я привитил на Арцкеллиге. Я слышала, что перед появлением великана на Ундвике стояли небывалые морозы. Это правда. Ну, так или иначе, Хиалмар решил, что убить великана и отдать остров людям поступок достойный короля. Сын собрал немалую дружину в Новой Гавани. Они должны были отплыть на Ундвик, а оттуда пешком добраться до Урскара. Это деревушка небольшая. И вот думается мне, что для таких молодцев охота на великана затянулась. А потому вот моя просьба. Для начала поспрашивай людей в Новой Гавани. Может, кто что знает о планах Хиалмара? Ты хочешь, чтобы я помог Керрис снять проклятие? Нет никакого проклятия. Керрис решила пойти по стопам Хиалмара и ищет подвига достойного королевы. Зачем в таком случае моя помощь? Ведь ты, как я понимаю, хотел меня об этом попросить? Дело в том, что я ни на грош не доверяю Удальу реку. Керрис не послушает ни меня, ни брата. Но если настоящий мастер объяснит ей, что она ошибается, то, может быть, она и опомнится. А потому прошу, объясни ей всё как есть и верни её обратно. Если Хиалмару и Керрис нужна помощь, я помогу им. Благодарю. Если все всех уже поблагодарили, пора браться за работу. Надо понять, Цири по-прежнему на Артскеллиге или нет. Я оденусь поудобнее и сама тебя найду. Отправляйся на юг. Аномалия, которую нам нужно исследовать, уничтожила полосу леса у берега, в самом большом заливе на Артскеллиге. Славный получился пир, Крах. До свидания. Продолжение следует...